Всем привет! Привет! У нас в гостях мама моего мужа Лена. И как обычно без посылки дело не обошлось. Это хитрая Лиса. Я ей сказала, чтобы она посылку не высылала, потому что сейчас у нас хаос. Мы не знаем, что куда класть, что ставить. Все на коробках. Она сказала, что хорошо не будет. И смеется, говорит, я все равно адрес ваш не знаю. Потом пишет она мне, ну ты мне адрес напиши, чтобы я хоть знала, ну куда еду. И вообще, если спросят в аэропорт. На такси буду добираться и мне надо назвать. Ну я, конечно же, написала, да, разумно. Она взяла и вышла посылку. И эта посылка пришла ровно сегодня, за час до выезда, как мы поехали тебя встречать. Так что практически привезла сама. Надо поблагодарить тех, кто это пробовал. Я вообще супер не представляю, что там внутри. Я тоже, кстати. Потому что мы ничего не просили, кроме парнезана. Когда я что-то собираю, я просто, я не думаю. Я просто собираю и складываю. Больше ничего. А потом даже посмотрю. Забываю, что там есть. Сейчас заодно. Да, мне тоже интересно, кстати. Интересно, что внутри. Всем интересно, что внутри распаковка, это дело такое интересное. Мой хороший нож тоже где-то в коробках, в одной из коробок, поэтому используемся строительным. И сразу уже все пружинит, выпрыгивает из коробки. Так, ты как раз будешь рассказывать, объяснять. Так, это подушка. Это где пригодится место. Но в любом случае синий пункт, это, я думаю, на диван. Скидка 30%. Это я люблю. Скидки оторваны. Я обожаю. Вот вы когда просите называть цены, я не виновата, это все она. Ну, 30% скидка. 30% скидка. Это к вашей мебели. А, к ротану, которая плетеная, которая уличная, да. Складывают фрукты, там что-то. Ну да, или овощи те же можно, хлеб. Прям вот на стол. Ну нет, ладно, для хлеба большая. Ну классно, нет, это прям очень красиво. Я когда увидела на рынке, она, в принципе, так мало. Мы когда вещи собирали, у меня на чердаке корзиночки лежат. Корзинка в корзинке. Муж спрашивает, чем столько корзинок? Ну, как же, это же корзинки. Ну, корзинки, да. Где-то декор поставить, где-то те же фрукты, булочки, там, я не знаю. Даже цветы в корзинках очень хорошо смотрят. Ну, куда дела? Ну, это халат. Не купят. Халат. Ой, так. Он очень хорошего качества, поэтому я его решила. Да. Это можно хоть мужчине, хоть женщине, потому что, да. Вот даже Диме, я не знаю, как он после душа. А, обувь. Подожди, не говори, я отгадаю. Сейчас я посмотрю. Ой, там что-то есть. Да, это вот обувь, которая отталкивает воду. Дима, это тебя касается. И брызгать. Вот этим вот защищает вообще от влаги. Ну, да, ладно. Он же сказал, что Диме. 43 размер. Ну, да, идеально. Пойдет? Да. Вот сейчас. Спасибо. А то я уже, я потом начала сомневаться, 44 или 43? 43. 43. Он просит уже 44, но пока еще подходит 43. Надо понять. Так, это я не знаю уж как. Пакеты, пакетики. Так, пакеты все за мной. Ну, Диме в этот раз повезло. Ой, класс. Толстовка. Это толстовка. Диме по размеру. М. Ну, М-ка. Да, она смотрит какая-то. Потому что М-ка, потому что они должны быть свободнее. Ну, я не смотрю, она широкая. Это штаны подобраны к этой... Нет, это фирма та же. Да. Ну, да. Ну, они подобраны, потому что... А штаны Эско. Вот молодец, да. Потому что он худенький. Штаны Эско 100%. И должны быть... А, ну, резиночки можно, если не любит, их можно вытаскивать. Я не знаю, как. Потому что все спортивные штаны, все идут на маджете или резиночке. Вот так вот. Так что еще пакет. А, это потом можно. Это неинтересно. Интересно. Интересно. Это... Все, гузики. Да. Это... Что за намерки? Простите, я не поняла. Нам кредит выплачивает. Отдали. Слушай, ну очень... Так хорошо. Я же не могу отдать кому-то. Может, ты про... А мне теперь интересно. Это я не знаю тоже. Она... Это ветровка. Если на тебя подойдет, то прекрасно. Ветровочка. Эксель, она большая не будет. Не будет. Она какая-то маломерная. Ну, потом мерить будешь уже. Посмотрим, да. Она мне просто по качеству понравилась. Интересно. Не, ну это, да, прикол. Нет, мама, у нас нет никаких секретов. А это платье тоже очень хорошего качества. Не знаю, если тебе подойдет, прекрасно. Оно очень хорошего качества. Так, Плюша. Плюша! Вот, это Плюша. Тебе подойдет. Или Луни наши на зиму. Или Луни. Штанишки на каналы. Сочно. Плюш. Ну жалко было. Люди отдали. Это белье по традиции я не показывала. Это я не покупала. Да, конечно. Так, дальше. Масло. А, масло. Да, это масло. Два литра. И еще два литра. Так, что? Ой, чуть-чуть. Тяжелые. Только желательно перелить в стекло. У нас есть, да. Мы забрали с собой бутылки, которые от масла были. Так, ну это... А куда я нож убрала? Я хотелась вам сказать. Что такое? Так вот все так все... А-а-а. Не подглядывай. А ну подожди, а чего не подглядывай все равно? Это ж не на день рождения подарок. Все уже приехало. Уже открываем, уже смотрим. Да. Уже можно. У меня на новоселье хотелось что-то другое, но так получилось. Это тоже пригодится. Ой, там что-то еще бутылка. А-а-а. А-а-а. Бутылка на новоселье это святое. Что там? Лимончелло. А-а-а. А-а-а. Какая красота. А-а-а. Бабушка подопихала банок. Покрывай. Там вот это будешь покрывать. Тоже аккуратней. Банка там... Ну давай, раскрывайся. Лимончелло. Домашнее или магазинное? Нет, это магазинное. Это отдал... Это крем, по-моему. Лимончелло. Да. Крем. Лимончелло. Крема. Да-да. То есть он не жидкий, а там... Не-не. Это с чем? Да-да-да. Ну это тоже хорошо. Ну я знаю, что вы любите, да. Поэтому я... У меня она будет... Стоять будет просто так. Это больше я люблю. Я не люблю. Я не люблю лимончелло вообще. Ой, красота. Там еще... Там еще... Да. Когда в ресторане были от работы... Бутылка. Все заказывали... Граппу. А я лимончелло везла. А я в меню не было. И хозяин удивился. Откуда? Да, надо же. Лимончелло после еды. И он принес также в ледяном стакане комнат на температуру лимончелло. Попытали ее делать. Это покрывало. Мне понравилось, потому что у вас цвет стен такой, что-то подходит. Подходящее. Я все не буду разворачивать, но я думаю видно хорошо. Не, оно большое. Оно на двух спалках. На диваны, на кровати, на все что-то. Так, здесь еще что-то. Если хотите, можно даже какое-то поделить. Если вот одна спалка, например, кровать, можно одно покрывать. Ну, нам не помешает вот это леопардовое поменять. Оно сейчас... Вот. И я знаю. Я смотрела на нее, думаю, господи, постелили. Столетний. Я хотела постелить серое. Но оно у меня в коробке, в нижней коробке, в самом низу. Это от меня оберег. О, это да. Это икона. Ну, по типу, да? Оберег, да. В дом. Потому что он для всех, и чтобы вы были... Я просто не знала, что лучше. Были другие идеи, но не получилось. Это что-то? Так, осторожнее там. Да-да-да-да. Там, там. Еще. Банка. Это оливки. Давай попробуем раскакать. Открыть. Не знаю, это черные, потому что можно сюда. Нет, пусть лучше там стоит. Это черные, да. Ну, еще. Я бы не боюсь нож сломать. Эти канцелярские ножи, которые... Да, я так еще заворачиваю, что... Ну, правильно. То, что было уже, что утекало. Да. А от оливок жидкость вот эта тоже стирается. Да, да, не стирается. У меня, может, до сих пор помнить толстовку, в которую белое заливать тогда, да. Любимая. У нас классная, да. Ну, давай, доберемся через все слои. Чуть-чуть-чуть. Так. Ножик уже надо поточить. Нет, он же такой. Я шучу. Дешевый. Вот. Это черные лекиси. На них можно готовить. Ну, пиццы вот мы всегда делаем. Да, да. Домашние лекиси. У нас там приготавливают всегда какие-то... Все, да? Можно... Да. Это две наволочки идут. А, это пости... А, нет. Это как сверху стелить, да? Ну, это, да. Покрывало стелится, а потом подушки... Как декор. Угу. Хотите их... Это самое... Хотите, не используйте. Это уже как ваше. Серые. Серые. Хорошо. Она нам подойдет, да. Я... Да, цвета, потому что вы же... У меня снахана, меня с цветами. Я, кстати, специально для тебя... Невестка. Не любит она слава слава. Я взяла пробники цветов, чтобы тебе их с собой дать, чтобы ты там могла прям прикладывать и смотреть. Да, да. Я взяла специально отдельно из магазина. Мне нужно для зимних... Да, ты расскажешь, я расскажу. Подушка для старшего сына. Старший сын, подушка. Потому что у него серо-черная спальня с красными оттенками. Да, на данный момент с красного там только стул. Но потом добавится еще. И идеально на диване будет смотреться красная подушка, как оттенок, объединяющий комнату. Поэтому это прям вот было экстра специально... Да. Заказно. Вымучено, да? Индивидуально. Да, это вот одно из немногого, что действительно было заказано. Но если вы вдруг думаете, что это все... То вы недавно у меня на канале точно не смотрели все предыдущие видео про посылки из Италии. Так легко, весом 2 кг обычно мы не отделываемся. Да. Пармезан. Почти 28 кг положенные посылки. И 28 кг еще чемодан. Хорошо, что не было проблем. Обычно... Вообще не смотрела девушка. Я... Господи, как мне повезло просто. Пармезан. Пармезан. У нас закончился. Пармезан был заказан обязательно. Это просто. Это супер. Да, да. Его бы желательно натереть и заморозить. Пармезан. Пармезан. Потому что пользоваться очень удобно. Пармезан. У нас вон... Попросили вкусняшек. Вот пошла бабушка. Я ничего не понимаю в этих вкусняшках, потому что я их практически не ем. Ну и начала брать соков. Созвонились. Кидай, он просит. Она говорит, я не знаю, что такое вкусняшки. И муж мой кричит, мясо! Мясо вкусняшки! Я вместо мудшареллы хотела... О! Значит, посмотреть. Хотела взять эту... Ого! Ого! Так. Кофейные конфеты от Лаваца. Пармезан. Так, тут еще что-то. А это все похоже с Диме там... Да, шторные. Вот эти без резиночки прям хорошо. Но они... Эти вот сейчас скидки идут на это, на летние. Ну это хорошо, потому что спортивные, в том случае, нужно. Потому что не сходил ходить, да? Так, штаны младшими. Вот самое интересное, у нас сейчас на штаны скидок нет. Хотя сейчас вот к осени, нам штаны в любом случае весны, они горят. А, нет, ты сказала, футболок не надо. Футболок тонно. Вообще никому ничего не надо. Ну да, ну футболок правда очень много. Мы тем более всем накупили, когда вот сейчас у нас скидки на скидки. И оно очень дешево. Да, да. Когда зимой будут скидки на длинные рукав, на длинные вещи, на теплые вещи, мы решили взять следующий размер для младшего, чтобы потом в следующем году у нас уже был запас тоже. Ну все правильно. Чтобы не покупать по оригинальной цене, потому что это мы не любим, правильно? Зачем? Если нет разницы, то зачем платить? Конечно. Конечно. Футболок у нас тонна. Это черная футболочка к штанишкам, ну и там в этот самый, в садик, мало ли на занятия какие специальные. Вкусняшки. А, вот вкусняшки. Вкусняшки. Хорошо муж не видит, мяса нет, ему не интересно. Ну нет, это он тоже ест. Это что мы тут купим? Это, типа, пирожные с кокосом. Мясо мы уже купили. А, все. Мы уже купили, будем грилить, все как положено. А то я уже на бедный. Так, это какие-то, типа, тоже пирожные, типа, печеньки, да, с начинкой. Я не знаю. Короче, что мне понравилось. Это хорошо, если они в упаковках, в садик и в школу. Да, да. Это прям отлично. Еще с кокосом печеньки. Брала уже то, что вот, как бы, думаю. У нас дома на данный момент вообще ничего сладкого. Ну, вообще ничего. Вообще, вообще, это как всем. Мороженое, это, мороженое, это считается, то мороженое не будет. Так, сыр, да, это тоже старший сыр, очень любит этот сыр. Ну, тебе, похоже, кинуть сразу. Три, три швички. Супер, надо не забывать его теперь едет с коморса. Да, да. Классно, очень вкусно. Он, кстати, в Эдако тоже продается, но у него цена, по-моему, что-то вроде 20 евро в килограмм. Что-то в таком роде, он в порядке как пармезанскую. Это рубль-штучка. Сейчас скидки на него было. Не знаю. Ну, просто много набирать. А это я брала мед, и они подарок давали. И свечечка. Ну, думаю, приятно. Свечку мы тоже, мы, мы сейчас закупки из воска. Я, простите, не снимаю. Классно. Да. Мы взяли свечи, по 8 или 10 свечей, просто чтобы в спальню поставили. Ой, обалдеть. Столовая у нас будет готова, там я стол ставлю. Обалдеть. Обожаю свечи, я тоже. Так, еще такие же печеньки с лимонным кремом. Да, там они немножко... Одну я, правда, что-то попробовала там. А, вот эту, с кокосом. А, вот эту, с кокосом. Интересные, с апельсином и шоколадом. Это все мы не пробовали вообще. Вот, хорошо. А то я думаю, ну какие вкусняшки. Ой, а вот это я люблю. Да. Вафельки и шоколадки. Да, это я взяла специально, потому что знаю, что любить. Ой, еще, еще одна такая. А, это детям можно. Детям можно, поэтому... Да, маршруя, вот написано. И далее. Разных этих цветов, вкусов. Еще, вот, с писташками. А это подарок она дала. Ну и классно. Там, где я покупала. Ну, тоже деткам. Говорит, сколько их? Я говорю, двое мальчиков. Конфет. Отлично, почему? Еще. Шампанское. О! Откроем. На новоселье. Да, я со своим. Меня тоже спрашивают, отметили мы новоселье или нет. Вот, отметим. А я не знаю, я могу сказать, что мы отметили. Ну, мы поужинали, да, празднично. Но в день переезда мы были никакие. Мы были уставшие. Обычно гостей зовут. Вот завтра. Гостей звать нас тоже еще. У нас даже садиться некуда, стола нет. Ну, пока да. Я не знаю, стакан, кружку надо еще где-то найти. Сейчас, представим, сложно поймать. Прям отметить. И кружки, я думала, смотри. Праздновали немножко. Ну, это шампанское. Обязательно. Вахты. О, печеньки вижу. Печеньки эти. Любите мои. Я люблю. И вообще, как ты прислала, их много. Они ребятам надоели, я ела. А потом, когда их пачка, две пачки, любят все. Мы их прям съедаем. Ну, вот одна пачка, да. С гречневой. Еще я, потому что завтра приехала. Дальше. Еще шутболка. Джинсы, наверное. Это кому? Ну, это кому? Это уже. А сейчас у нас теперь у ребят такие размеры, правда, кому подойдет? Да, да. Я, потому что, когда отдают что-то, может быть, знаешь, то я смотрю что-то хорошее, я оставляю, думаю, это шортики домашние. Шорти? Анатолий, да? Ну, да, конечно. Потому что Димаш вернулся, я не знала. У нас худенькие. Джинсы, да? Нет, это тоже толик шортики. Ну, размер отличный. Хотя, не знаю сейчас. Ну, да. Сейчас я тоже с размерами молчу. А это кому тоже подойдет, тоже. Она уже тепленькая такая. И к серии тоже толику, скорее всего. С рукавами. Или это женская, смотрит она какая-то. Ну, да, я думала, может, на тебя. Или ребятам или что-то. Дома. Ну, у вас сейчас дома работает. О, тунец! А, это да. Я знаю, что Толик любит, она у меня лежит, я не ем. Ты всегда привозишь нам в туалет. Да. Эти консетки очень удобные. А это оливки зеленые. Это зеленые, да. Это именно из гаэты. И оливки так и называются. Огромные такие. Да. Оливки. Гаэты. Так. И дальше поехали. Диме. Еще. Ну, Диме много, потому что все-таки он учиться будет. И ему нужно будет. И черный он бинтус. И он любит это, да. Вот сказали, что цвет... В этом году, в прошлом году серый был Puma. Это тоже. А, это очень хорошо. Очень хорошо. И размер SK. Замечательно. Потому что толстопка. Толстопочка. Слушай, ну классно. Смотри, все длинное. Все на осень. Да. Это тебе, наверное, да, подойдет, маечка. Черная. Ну, легкая она такая. Сидели, что черная сейчас хорошо с собакой. Ну, классика. И да, и с собакой только черная. Маечка. Ну, это, я вот думала, он же занимался баскетболом. Думаю, ему все это, как бы, спортивное подойдет. И гандболом. А, ну да. Ну, все сейчас гандбол у нас ушел. Все. Ну, какая разница, он же и остался. Ну, конечно, баскетбол. Дальше. Еще футболка. Это Диме. Это Диме. Дима. Рубашки. Рубашки. Диме. Рубашки на учебу. Рубашки. А это тип. Ну, в общем, за три евро. Платьице. Ну, так понравилось. Летний сарафанчик. Посмотрим. И взяла тоже. Думаю, не знаю, понравится тебе. Но оно такое, по длине хорошо. Красно. Еще зямочки. Красиво. Вот это. Со слониками. Со слониками. Посмотрим, померяем, почему нет. Я люблю. Батюшки. Италия. Мода написана. Вот. Рубашки. Это. Лишь мы подошли. У меня одна всегда боязнь. Ну, вот это, как сказать. Я даже хотела. Это, как, льняная. Да. Его хорошо заворачивать рукава. Его летом хорошо носить. Но посоветовали не обрезать рукава. Потому что они модны. Вот именно завернутые рукава. Их так носят итальянцы. А эти подлиннее рукава. Эти размером чуть побольше. Вот, если что, можно прошить потом. Ну, если выточки, например, сделать. Дальше. Так. Тоже твое? Нет, это твое. Мое. Это мальчика. Тоже. Бедненькая. Чего? 80 евро. Ой, какой кошмар. Где же я такие деньги-то взяла? 80 евро. Да. Евро 80. Ты что думаешь, я за 80? Понятно, нет. И рубашечка еще. Да. А может быть, даже и не будем. Может, он уже растет мальчиком. Так, это джама, да? Да. Предполагаю. Джама. Тоже пошли скидки на летние джа. Ну, пижама. 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 Мне сейчас приходится пижаму носить, потому что собаку надо выводить на улицу. Ну, это светленькая. Вот это летнее. Это тоже пижама, да? Да. Ну, я вот летний, в такой плане я обычно как домашний костюм ношу. Да, да, я тоже, я тоже такая же. Поэтому взяла. Ладно. Так, шортики. 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 Диме. Дома. Домашние, да. Да. Люденькие. Летом как раз. Я говорю, все. А это Диме. Блин, с пижаками страшно. Вот ты в том году два прислала, а они как-то висать. Дима, прямо сейчас померяй. Я не могу, не успокоюсь. Я не могу. Я как глянула и говорю, я хочу Диме такой пиджак. Да и это еще написал. Можешь туда поставить. Так. Так. Самое главное на, 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 на конец. Это, это туфи. Это типа трюфели, да? Трюфели, да. А, 10 евро. Ха-ха-ха. Ле-ле-ле. От каулы. А это мне, у меня продавщица, она молдаваночка молодая. И она продает вот эти сладости. И у нее я взяла не по 10. Ха-ха-ха. Это моцарелла. Маленькие, маленькие шарики в баночке. А, нет, это не моцарелла, это вот бурат. Бурат, да? Которая вам понравилась, если бы одну баночку возьму. Она недорогая. Вот. Вот это вот у меня очень любит муж. Взяла две штучки. Они сейчас... Тороне. 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 Да, да. С удалем и с фисташками. Тороне. И тут у нас Монтенегро Омаро. Это тоже любит меня муж. Лимончелло Омаро. Я тоже обожаю Монтенегро. Это очень знаменитейшее. Его даже не дают на экспорт. Вот это отметим. Да. Так. И моцарелла. И моцарелла. Сколько ты сказала? Два килограмма. Два килограмма моцареллы. Там один с маленькими шариками и остальное с большими шариками. Это очень классно. У нас есть домашние помидоры, но до утра купим мукулу. И у нас будет моцарелла с руколой и домашними помидорами. Это одна художница. Соседки. Я думаю, это пакет подарочный. Нет. Это... Сейчас покажу. Обалдеть. Я правда думала, это пакет. Я когда увидела настоящий... Ну, это репродукция. Потому что настоящая стоит. Вот. И она мне сделала репродукцию, потому что я очень увидела, оценила, и она мне сразу сделала. И я спросила, сколько... Это была она там нарисована? Открывай туда. Да. Ты как-то больше с бумагами. Вот. Умеешь. Да. Ага. Вот так вот. Это же твой дом. Да. Обалдеть. Репродукция. И она такая... Она подписала, да. Класс. Обалденно. И почти как живая. Это вот эта, да, твоя? Такая... Да. Вот моя дверь. Вот твоя дверь. И вот соседка моя подруга. С ума сойти. Цветы. Вот здесь парк. Да. Садик такой где-то. Это у нас историческое место. Блин. Класс. Да. Очень красиво. Туда очень много туристов, приятелей. Я вам привезла. Чтобы у вас было тоже. Спасибо. Да. Спасибо за подарки. Спасибо вам за просмотр. Спасибо. Мы желаем всего хорошего. И вам успехов. Удачи. Да. Что? Подписывайтесь на канал. Это обязательно надо сказать. Обязательно подписывайтесь. Ставьте класс. Не мне. Лене. Потому что это всё купить. Это всё привезти. Это огромные труды. Это деньги. Это огромная любовь. Всё здесь вложено. В любом случае. Да. Подумано обо всём. То, что любит. То, что хочет. Ну, как я говорю. Был бы у меня поезд. Я бы загрузила весь поезд. И всё бы привезла. Насколько желание. В общем, мы наш большой дом быстро заполним. Конечно. Есть куда. Подвалите. Есть куда складывать. Складывать. Пока-пока. Пока. 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 Сломала диван. Ну, ёлки-то немножко. Как же мне разговаривать. Ничего, он старый. Это не страшно. Здравствуйте. Привет. Привет. Что такое? Интересно? Мы потом всё тебе покажем, хорошо? Да, мой котенечек. Это мои штаны. Ну, я-то радуюсь. Он твой такой. Он тоже хочет. Ты не терпится, да? Сейчас мерить всё будем. Будем мерить? Да, ладно. Будем мерить? Он тоже. Он тоже любит, да. Это козёл приносил им там на работе. Ну, не говорим же мы такие слова, наверное. Не смей. Ну, ты вырежешь. Вырежет. Ничего. Что же Димина это? Я забыла. Люди смотрят. Не смотрюсь.